Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня, как было и обещано, мне порекомендовали фанфик ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ, НЕ, НАЙНЬ, ЭТО НЕ ЖИЗНЬ. Автор Глупа Каусин. Рейтинг Р. И заранее предпобеждаю. Есть курение, интеллина лексика, психологические расстройства, психологические травмы, хуманизация и пока что все, что нужно сказать, чтобы не спойлерить. Есть маты. Пожалуйста, если маты вам не нравятся, то, пожалуйста, уходите. Так, начинаем. Ах, эти хорошие майские дни, птички, цветы, бабочки, зеленые деревья, это свежий воздух, этот прекрасный шум моря по вечерам и утрам, запах последнего дождя. Что может быть еще лучше? Все прекрасно, как заверял один пилот. Жив ли он? Вам неизвестно. Может, сами узнаете, что с ним случилось. Благодаря моему фонфику. Ну что ж, давай узнаем, что случилось. Часть первая. С Шам из Железяки. Воследу Мопина. Биби, обещай, ты будешь много писать мне гуд. Спросил черные волосы, ласковая своего железного сына. Обещаю, как произнес Биби и обнялся. После обнимашек Биби попрощался с отцом и улетел далеко в космос. Биби смотрел в небо. Он не обращал внимания ни на какие звуки, ни на крики чаек, ни на шум ветра, ни на шум моря. Как вдруг, в любви Чапина, кто-то отрвался. Эх, воскрикнул свою милость. Простите меня, друг мой, в небо смотрящий. Я вам не помешал, спросил Биби. Это был лучший друг Биби. Пассеж. Ученый, обраман. Биби повернулся к пассежу. Найн, отедил Биби. Ну, тогда хорошо. Я тут нашел несколько ошибок в чертежах. Продолжен с ученой. Мы будем их исправлять, дополним ученые. Молчание от немца. Биби. 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 Биби начал читать молитву. Биби уехал шрам на руке Биби, который раньше не было. А откуда у Биби этот шрам? Он слишком глубокий, думал Лосяш. И взял руку друга и начал рассматривать шрам. Лосяш. Спросил Пин. Друг мой, откуда у вас этот шрам? Спросил Лосяш. Шрам. Ах, я точно шрам. Прояснес Пин. И взорваю руку у друга. Обычный шрам произнес Пин. Нет, он глубокий. Высказал Лосяш. Я... Да, он глубокий. Прояснес Пин на немецком. Хорошо. Я сказал, что это шрам. Сказал еще на волосы. Это было месяц назад. Я работаю над железной няней. Он сломался как-то себе руку. Там нужна была одна часть для совершения работы. А полез ее искать, найдя ее у себя в шкафу на верхней полке. Я полез за нее. Когда ее доставать, лестница упала. А я вместе с лестницей. Это принесло мне только боль в спине. И головокружение. Из-за крохота лестницы острая железячка, которая лежит на краю последней полки шкафа упасть, вонзила мне в руку. Глубоко в руку. Когда я ее вытешил, темная, алая кровь прорвалась из руки. Оказывается, железячка проткнула в лену. И я побежала к Савуне. Она зашит рану. Конец. Рассказал Пин. Друг мой, у вас глаз дергается. Произнесся. Ничего. Я сейчас хочу побыть один. Произнес Пин. И ушел в лес. Глава вторая. Лес. Секретных пены и старые воспоминания. Пин ушел в самый углубь леса. Сначала он дошел до места, где ему сидел бараш. Там, где еще стоит запах духов Савуги. Моя прелесть. Потом он пошел все дальше и дальше, пока не дошел до его тайного места. Дуб, диплом и куча надписей, которые сделал Пин. Возле Дуба валялись листы, чертежи, даже железячки, куски бинтов. А в Дубле валялись целые бинты, сигареты, зажигалки, кайки, шурупы, лезвия, куча писем от Лосяжа. То и те его бабушки. На Дубе были надписи, как L плюс P, равно любой, что означало, что Пин любит Лосяжа. ВПФ, что означало, улучшают друзья навсегда. Банка рядом с ней. Сусулька, это было бабушкино варенье. Сусулька, которая так любил Пин. И куча надписей на немецком. Пин взял лезвие и нацарапывал новую надпись. Все хорошо. Я бросил лезвие на землю. Все хорошо, прояснил Пин. Улыбнулся, взял секрет и начал курить. Пин задумался. Сколько раз я ссорился с Лосяжем. Сколько раз Биби не писал темнее. Сколько раз я резать себе вены. Сколько раз я говорил, что я неудачник. Пин укурил, бросив сигареты на землю. Пытрушил ее. Все замечательно, повторял Пин. Подумал тоже фраза. Все прекрасно, утверждал Пин. Себя через слезы. Пин вспомнил, как в пять лет в три часа ночи он встал из-за криков родителей. Подойдя на шум, потел на коридор и сплюшим медведем в руках. Увидел, как бабушка звонит в полицию. Отец пьяный держал в руке пистолет. Мать пыталась докричаться за него, спросив у бабушки, что происходит. Увидел, как отец выстрел в мать. Как он громко плакал. Указа забрали в полицию, как бабушка пыталась его успокоить. Все это довело на пин. Найн, найн, все плохо. Грыз на спину. Через слезы взял Террион. Все ужасно. Ненавижу себя. Неудачно. Ненавижу свою жизнь. Пин полукриком произнес. Пин повернулся к дереву. Спина прижавшись к нему, стал медленно спускаться вниз. Когда он сел, пин прижал колени к себе, положив руку на нее и начали реветь в нее. Почему? Спрашивал пин у себя несколько раз. Немного успокаиваешься. Пин посмотрел на свои перементованные руки. Сделай это. Произнес голос. Голос в голове. Сделай. Так будет легче. Продолжал голос в голове. Давай. Так будет лучше. Держал голос. Пин взял лезвие и начал резать вены. Голос в голове пропал. Через несколько порезов. Пин. Тьфу. Пин выкинул лезвие куда подальше. Встав, он взял пинты, перементовал руку и обратно все на землю. Взяв перементованную руку другую рукой. Зачем мне это сделать? Спросил черноволос. Ты закрыл глаза. Ты самоубийца. Произвестный голос. Пин открыл глаза и увидел свою темную личность. Имя которой дал Пин. Нип. Ты самоубийца. Неудачник. Произнес Нип. Отстань от меня. Произнес словно Пин. Запомни. Ты умрешь. Произнес Нип. И исчез. Пин встав, но все же держал перементованную руку. Другой рукой пошел домой, вспоминая грустные моменты. Татьяда Тома. На берегу все еще стоял лосяж. Глава. Третья. Сора. Лучших друзей. Лосяж. Спорщик черноволосый. Все еще держал забандованную руку другой рукой. Друг мой. Я ждал вас весь день, чтобы исправить ошибки в чертежах. Произнес лосяж. Пин пошезли на лосяжа. Равнодушным взглядом. И сказал все это. Были красные после слез. С вами все хорошо? Спросил ученый. Пиши. Сэн. Произнес злобный немец. Кажется, ожидать мат от немца было невозможно. Потому что Пин никогда не потерялся. Да и плюс лосяж. И знал только слово по-немецки, которое ежедневно произносил Пин. Извини, но я не понимаю. Произнес лосяж. Би. Щей. Сэн. Говорил слабный немец. Лосяж ничего не понимал. Но заметил, что Пин держал в руку другой рукой. Что с вашей рукой? Спросил ученый. Пин ничего не отъедет. Он злобно смотрел на лосяжа. Лосяж стал немного шлиться. Пин, ответь. Пин. Лосяж уже разозлился. Да черт тебя возьми. Ответь. Злобно лосяж. Хефтай флес. Заткнись. Произнес Пин. Что ты сказал? Спросил злобно лосяж. Что услышал от этого Пин? Значит так, я. Режешь себе вены. Два четыре на семь. А ты почти всю ночь. Строишь в игры. Да. Я играю, но не режу себе вены. Это не твое дело. Делаешь, что я резать вены. Да иди ты. Ты тоже, друг мой. Ты тоже, друг мой. Толь пасть в пасть. Заткнись. У кого-то проснулась фашистская сторона. Мне тоже. Ты пиздичь. Хорошо. Но запомни, мы больше не друзья. Произнес Лосяж и ушел. Ну и ладно. Криком всем свет. Черноволос. Через несколько секунд Пин осознала, что тут произошло. Найн. Произнес Пин. Найн. Лосяж. Прикрикнул Пин. Но у ученого не было более зрения. Он уже давно ушел. На лице Пина стали видны слезы. Он ушел домой. Немец закрылся у себя дома. Глава четвертая. Хватит Пин. Уже как месяц никто не видел Пина. Уже как месяц Пин не писал Биби. К этому времени у Пина все руки были в лейкопластырях. В некоторых местах даже запинтованы. В ангаре Пина. Убей меня. Я не хотела жить. Шептала себе Пин несколько раз. Хватит валяться. Произнес неоткуда. Возьми Нип. Глаза у Нипа были фиолетовые. Это обозначало, что он добрый и хочет помочь Пину. Все глаза красные, как в тот раз. Он сказал Пину, что он самоубийца и что он скоро умрет. Все означало, что он злой и хочет причинить перед Пину. Ну, или еще кому-то. Убей меня, пожалуйста. Умолял Пин. Смотря на небо с бездушными глазами. Ты совсем с ума сошел? Спросил Нип. Пин продолжал умолять убить его. Чокнутый. Вставай давай, произнес Нип. Нет, я не встаю. Лучше убей меня, произнес Пин. Хватит вставать. Хватит, вставай. Убей меня, произнес Нип. Совсем вычокнулся. Такое чувство, что скоро возьмешь пистолет и застрелишься. Воскликнул Нип и отвернулся от Пина. Немец задумался. Хорошая идея, произнес Черноволосый. Нип удивился. Хе-хе, и я пошутил. Только не делай этого. Умолял Нип. Ах, мой милый Августин, 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 ах, мой милый Августин. Все прошло, все. Стал повторять эти строки Пин. Успокойся. Тебе надо сходить к психологу. То есть, к каре, черновле и к савуне, произнес Нип. Пин продолжал смотреть на стену. Найн. Произнес Черноволосый. Еще не что, не потерян. Апфу, еще ничего не потеряно. Стал убеждать Нип. Найн, все потерять. Я потерять родителей, любовь, свою самооценку, контакт со всеми, себя и свою жизнь. Близня Спиб. Но ты не потерял сына. Упей же меня, наконец. Хватит, перестань. Ты уже постепенно сходишь с ума. Ты сам себе портишь жизнь. Ты сам порукался с Лосяшем. Ты уже надоел ныть. Как только делал, что нынул весь этот месяц. Ты мне что другое сделает. Ты совсем... Спросил Нип. Пин был подавлен этими словами и разослился. Черноволосый взял каечный ключ на двенадцать, который лежал рядом, и кинул Нипа. Заткнись, произнес Пин, словно со слезами на лице. Каечный ключ попал прямо возле глаза, не по темной стороне, и приказал руками частью, куда попал каечный ключ. Почему ты меня можешь просто убить? Как же мне эта жизнь? Почему я должен мучиться? Произнес Пин. Пин, успокойся, пожалуйста. Стал просить Нип. Нань, лучше замолчи, а то тебе хуже будет. Произнес Пин и встал с пола. Как вдруг пришло сообщение. Стал читать его слух. Здравствуй, Пин. Я Странж 2.0. Главный из робота в космосе. Мы хотим сообщить вам плохую новость. Во время задания ваш сын попал под тепловые лучи и был уничтожен. Мы старались его починить, но, увы, ничего не вышло. Простите, сообщение упало из рук Пина. Найн, я же говорил, что у меня все потеряно. Стал рыдать Пин. Пин, оставь меня. Пин вышел из ангара. Не закрыл дверь, зашел домой через несколько минут. Вышел из него и откуда ты пошел. Ты куда, спросил Нип. Куда подальше от этого места? Куда подальше от этой жизни? А тетю Пин ушел больше и не вернулся назад. Пин, нет, произнес Нип, не понял, что все кончено. Глава пятая. Не знаю, как сочетать. Смайлик. Так, примечание, кто-нибудь помнит? Тот, где дом, где был параш, пока не пришла нюча. Вот Пин как раз там. Так, если я найду, я покажу, какой это домик. Прошла неделя, Пин все еще не вернулся домой. Госяж не смучила совести, поэтому он пошел заняться перед Пином. Вряд ли он простит меня, думал ученый, иди по дому. Спустя несколько минут, Лосяж остановился на пропутии. А вдруг его дома нет? А вдруг он в депрессии? Вдруг он не захочет меня видеть? Я уверена, что он меня простит. Произнес Лосяж и пошел дальше. В это время ученый переследовал Нип. Он старался быть бесшумным, но иногда шумел. И Лосяж поворачивался назад, и быстро исчезал. Вот Лосяж и дошел до дому Пина. Пин спросил ученый за демон Гарр на половище вольт. Валяется качественный ключ. Лосяж загрынул под стол. Пин кажется, потеряв свою шляпу. Произнес ученый взял шляпу. Но Лосяж не устроил то, что кто-то дышал в спину. Ученый повернулся. Здравствуй, произнес Нип. Ты кто? Спросил блондин. Внутренний демон или темная сторона Пина. А где там Нип? Тебе надо срочно спасать Пина, произнес Нип. А где он сам? Спросил ученый. Бежим, пока не поздно, произнес Нип. Лосяж пытался вздрануться до Нипа, но... Но его рука прошла сквозь него. Не получится, только Пин может меня трогать, произнес Нип. И побежал. Меня подожди, произнес Сяж. И побежал к Нипу у Пина. Пин сидел возле камина и сжигал страницу своего дневника. Как же мне безет жизнь, произнес Пин. И кинул весь дневник в камин. Немин встал и сел возле стены. Кому вообще я нужен? Да меня никому не делал. С Лосяжем поссорился. Кинул Нипу в гаечную клюшу. Все прекрасно, жизнь замечательна, произнес Пин. Пин встал смотреть в комнату. На столе были антидепрессанты, блокноты, ручка. Уже встал, был стул. Недалеко камин. Немин встал, подошел к столу, вырвал истоки с блокнота и написал записку. И сел обратно возле стены. Простите. Произнес Мин за слезами на глазах. Немин взял пистолет за свои курточки. Поднес к виску. И... Пин встал сжигал. В это время у Нипа и Лосяжа. Они были почти рядом с домом, но трубу не порезко забрала голова. Стой, произнес Нип. Что случилось, прослученный? Срочно трой меня, произнес Нип. Лосяж затронулся по Нипу. Он нет, произнес Нип. И поспешил к дому. Что это значит, прослученный? Тоже поспешил к дому. Нип... Зашел... Зашел в дом. Лосяж... Произнес Нип, но он подошел к Пину. И подошел к Пину. Что-то... Почти преднесло шоусь. И увидел к дому Пину. Твою ж, маму, Пин. Кто просил тебя это делать? Спросил Нип и взял пистолет из рук Пина. Лосяжа, стоя в полном шоке, со слезами на лице. Нип пока смотрел бездушные глаза Пина. Потом стал осматривать комнату. Видел на столе записку, предотек к столу. Нип увидел, что на записке было написано. Лосяжа. Лосяж, это тебе произнес Нип и отдала записку Лосяжа. Ученый начал читать записку. Или если ты это читаешь... Лосяж, значит я уже мертв. И ты нашел мой друг. Веряю, ты тебе сейчас весел. Но знай, что я тебя люблю. Не как друга, а как человека. Ряд ли чувства взаимны. Но знай, не все потеряно. Может вам получится меня воживить? Нип тебе в этом поможет. Лосяж убрал записку с лабораторной халатой. Подошел к другу Пина и сстил на корточки. Лосяж, спросил Нип. Зачем ты это сделал? Спросил ученый. Покладил правовое щуково у немца. Зачем? Спросил снова. Ченый встал. Идем в Нип. Произнешь лосяж. Лосяж. И они ушли. Все это потеряно. Смогут ли оживить лосяжа и Нипа? И Нип Пина? Смогут ли? На этом фанфик и заканчивается. Так что... Так что мы будем заканчивать это видео. Оно и так вышло очень долгое. Спасибо автору. Планете Икс и Осеннему облаку за фанфик. Хоть там и были ошибки. Но есть ведь и меня. У меня просто сейчас солнце светит и плохо видно текст. Поэтому читала как могла. Извините. Заранее за ошибки или неправильное произношение. Спасибо за просмотр. Удачного дня.